Всем привет! Сегодня мы обсудим, какие были приобретены прибамбасы, прибамбасины для Sony A6400 с Алиэкспресс. Сперва начнем с силиконового чехла. Вот так выглядит чехол силиконовый, то есть здесь есть небольшая насечка, то есть держать стало намного удобнее. Ну и какая-никакая дополнительная защита для камеры. Вот так он выглядит. И здесь тоже упор под палец большой с насечкой. То есть доступ ко всем подключениям есть, здесь соответственно для штатива, то есть крышка аккумуляторная откидывается, то есть все тут предусмотрено, все нормально. То есть вот такой силиконовый чехол, но особо рассказывать нечего про него, я уже пользуюсь около месяца этим чехлом. То есть он нисколько не загрязнился от рук, такой же чистенький, в крайнем случае можешь всегда снять и помыть. Вот такой чехольчик. Значит, следующее, это дополнительный башмак для установки микрофона или подсветки или еще что-то, потому что при поднятии дисплея, сами видите, стандартный башмак, если сюда что-то ставить, уже закрывается экран, что недопустимо. Здесь же вот сбоку, соответственно, нам ничего не мешает поставить сюда, например, дополнительный микрофон или, соответственно, подсветку. Вот. Этот башмак, вот он таким образом выглядит. Маленькая такая фигнюшка, крепится через болт, через стандартное ухо ремня. Здесь же также в нем есть отверстие, в которое закрепляется само ухо. То есть ухо мы не теряем. А да, оно стало чуть ниже. Показать, вот. Вот оно стало чуть ниже. Ну, ничего страшного, оно все работает. То есть очень довольно-таки надежное крепление. И что удобно, что можно вставить в него и с этой стороны, и с этой стороны. То есть здесь нет никакого фиксатора, что удобно. То есть... Ну, вот сейчас я возьму микрофон, к примеру. Вот. Вот взяли микрофон. Роут. Вайрис гоу. Вот таким образом воткнули его. И ничему дисплея не загораживает данный микрофон. Такой или микрофон, другой или какой-то там, не суть важна. Вот. То есть его можно и так поставить, и поставить вот таким образом. То есть как удобно. То есть дополнительное крепление какое-никакое и есть. Значит, крепление не загораживает колесо. Ни одно, ни второе. То есть здесь специально есть... То есть оно спроектировано так, чтобы именно не загораживать колесо. Конечно, пришлось чуть-чуть силиконовый чехольчик подрезать вот здесь. Иначе... То есть оно... Это крепление очень плотно встает. Поэтому пришлось силиконовый чехольчик чуть-чуть подрезать здесь. Чуть-чуть подрезать здесь. Для того, чтобы крепление установить. Ну и ничего страшного. То есть все. Работает. То есть крепится на довольно-таки хороший болтик с шестигранником. Это в комплекте идет. Вот. И все. И дополнительные крепления. Я не хотел какие-то другие крепления на эту сторону брать. Там клетку или еще что-то. Это очень компактное крепление. Оно не мешает. Оно не увеличивает особо больно размер камеры. Вот. Вот. Такое крепление такой фирмы. Все ссылочки будут в описании к видео. На все прибамбасы. Прибамбасины, да? Как нам защитить данный дисплей от царапин, от каких-то повреждений? Очень легко. Продаются стекла на данные модели камеры. Вот. Они идут с рамкой. Вот. Они были заказаны на Алиэкспресс. Пришли они вот в таком... В такой коробочке, в таком кейсике. Их в комплекте идет две штуки. Тут инструкции, как их клеить, как убирать пыль и так далее. Вот. И вот такие вот стеклышки. Вот. То есть, они липнут по всей поверхности своего стекла. То есть, на 3М-скотч какой-то нанесен специальный. И клеится не по контуру, а клеится полностью все стекло. То есть, вы нечаянно его не сдвинете, ничего. То есть, его будет очень сложно как-то задеть с камеры. Вот так оно установлено на камере. Так. Но здесь абсолютно ничего сложного. То есть, почистили поверхность, подготовили, примерно нанесли, прилепили. И оно абсолютно плотно приклеивается. И оно не сдвигается, его не сдвинут. То есть, я опять-таки говорю, клеится на всей поверхности экрана. На всей поверхности экрана. То есть, этим самым мы защитили экран. Соответственно, есть второе дополнительное стекло на куда-нибудь еще. Так. По камере, в принципе-то, все. То есть, других прибамбасов, прибамбасов, Алиэкспресса, я сюда, как бы, ничего не ставил, больше не нашел. Так. Следующее, что было куплено, это был куплен микрофон. Именно для этой камеры. Микрофон, я с ним много уже снимал. Качество звука очень хорошее. Приходится, конечно, на камере убавлять громкость звука до пяти. Чтобы не фонило, не запирало, не клиповало, так сказать. Вот такой микрофон. В комплекте идут две ветрозащиты такие. То есть, я ходил с этим микрофоном на Sony X3000 в очень ветреную погоду. Видео есть на канале Поленина. Называется «Благо прогулка Поленина». Очень был сильный ветер в этот момент. То есть, я его подключал напрямую к камере. И довольно-таки хорошо от ветрозащищает. Вот именно эта ветрозащита и качество звука. Ну, сами это пройдите, послушайте. В принципе, приемлемое. Здесь у микрофона провод такой материальчатый. То есть, оплетка у него из материала. Очень довольно-таки, я думаю, прочтый будет. 1,8 метра его длина. В принципе, его для всего хватает. Идем дальше. Был приобретен вот такой кабель. Кабель HDMI, micro HDMI. Micro или mini. Ну, mini, по-моему, HDMI. Вот был приобретен такой кабель HDMI, mini HDMI. Вот он из себя представляет вот такой кабель. Соответственно, штекер для подключения к камере. И вот для подключения к телевизору, к USB и так далее. То есть, кабель сейчас у меня подключен. Вот второй я их два купил. Сейчас у меня впереди телевизор. Я на нем вижу, как я снимаю, как позиционируется кадр. Вот этот кабель был приобретен. То есть, я использую сейчас вот на Sony X3000 снимаю. Потому что обзор мы делаем, так сказать, на все эти вещи и так далее. Поэтому не могу сейчас на 64 снимать. Вот такой вот кабелек. Длина его 5 метров. То есть, я брал максимальную длину, чтобы можно было в дальнейшем стримы какие-то проводить. Соответственно, тоже используя данный кабель, что и он красный, его видно на полу. То есть, не черный задеть не получится. Был приобретен вот такой пульт для камеры. Можно, конечно, с телефона управлять. Я, как говорится, кстати, тут пленочка. Сейчас мы пленку снимем. Такая пленка. Чтобы можно было управлять камерой на расстоянии. Это пульт на инфракрасник. То есть, интересная система. То есть, когда жмете вот эту кнопку, 2 секунды он звуковые 2 сигнала подает. И потом уже производится съемка. Так, это просто один кадр. То есть, видео я с него не запускал. Он, по-моему, не запускается. Но это просто для удобства. Можно, конечно, с телефона все управлять. Но там приложение так не быстро работает. Глючное немного. Мее с этим удобнее. То есть, поставил на штативе камеру где-то. Отошел. Нажал. И сфоткался. Удобно, удобно. Так, идем дальше. Значит, батарейки, конечно, хорошо оригинальные по 4 тысячи покупать. Но это, как говорится, не наш случай. Здесь опять плюночка. То есть, для того, чтобы расширить количество питания. То есть, покупать оригинальные батарейки за 4 тысячи рублей, ну, дороговато. Значит, был приобретен на Алиэкспресс вот такой адаптер питания в комплекте с двумя аккумуляторами. Бэтмакс называется фирма. Вот эти два аккумулятора. Все это было в районе 1200, вот этот комплект. Но это, естественно, не 4000, все понимает. Но данные батарейки неправильно отображают уровень заряда в самой камере. Я думал, что оно как-то не разойдутся, восстановится что-то. Я их заряжал этим устройством, их в камере заряжал, как бы, да. Но заряд отображается неверно. Вот это единственный минус. То есть, как уже будет батарея показывать конец, ее нужно менять. Иначе запорите просто запись, и файл не будет сохранен правильно. Значит, начинаешь писать 100%. Пишется, пишется, к примеру, полчаса. 100% так и остается. Выключаешь камеру, включаешь камеру, показывает там 50 или 30%. Потом бац, и сразу замените аккумулятор. То есть, красненький огонек какой-то. Были пару случаев, когда везло, когда, например, со 100 оно потепенно уменьшалось. Там 80, 70, потом включаешь камеру, включаешь, 30 опять. То есть, 30, 35. То есть, доверять им на экране нет смысла. То есть, надо примерно рассчитывать по времени. То есть, примерно где-то, ну, она час должна держать, эта батарейка. То есть, я рассчитываю, включили запись, и посмотреть, и сохранять все-таки видео. Иначе камера отрубится, и все, и запись пропала. То есть, никто об этих аккумуляторах... Там в отзывах пишут, конечно, что неправильный отображение аккумулятора. Но, блин, что вы хотите за 1200 рублей, да? Как бы, что оно есть, то оно есть. То есть, вот такой нюанс. То есть, имею в виду, с оригинального аккумулятора, соответственно, такого нету. Заряд отображается правильно, уменьшается правильно, все. Но это как резерв, он должен быть. Я ими сейчас именно только ими пользуюсь, для того, чтобы соберечь оригинальные аккумуляторы. Погнать именно вот эти вот. То есть, удобная зарядка на два аккумулятора. С индикацией, подключаем на... В комплекте кабель microUSB-USB. Подключаете, соответственно, к 2-амперному, желательно, 5-вольтовому блоку питания, и они заряжаются. Зарядка на них оригинальных аккумуляторов происходит только по одному, почему-то. Два ставлю, они не заряжаются. По одному они заряжаются. Вот, тоже. Как вариант. То есть, это вот следующий. Также были приобретены защитные мультрафиолетовые фильтры на все объективы. Ну, кроме макрообъектива. 40,5, 55 и 62 миллиметра. Первый зомби. Ну, лучше, чем ничего. Все-таки хочется, чтобы объектив служил долго и защитить именно его главное стекло. Вот. Ну, они поставляются в коробочках. Коробочки, они, конечно, особо-то не нужны. Ну, как бы, вот так. Так, далее были приобретены ND-фильтры на два объектива и еще на третий. Он идет, там, через недельку-две подойдет с Алиэкспресс. Тоже фирмой Zoom. Переменный ND-фильтр. Четыре, по-моему. Сейчас мы откроем. Два четыреста, по-моему. Да, два четыреста. То есть регулируемый ND-фильтр. Вот этот тут на 40,5. Я с ним уже снимал на... Есть обзор по Академику Жук. Балакова, Академик Жук, Sony E66-400. Я снимал конкретно на вот этот вот ND-фильтр для объектива 1650. Да, у него есть эффект креста, но это уже при максимальном затемнении. Где-то примерно вот при вот этом затемнении уже есть эффект креста. Но, как бы, я снимал где-то примерно на таком значении. Но лучше, чем ничего. Но фильтры недорогие. То есть этот 900 рублей, этот, по-моему, 1100. Я заказал на 62 миллиметра. Он стоит там уже 1200. Но это лучше, чем ничего. Понимаешь? Я понимаю, конечно, иди купи там фильтр за 7 тысяч. Как бы там будет еще лучше. Ну, мы же люди экономные. Но, поэтому, соответственно, вот такой фильтр это 45. Конечно, коробочка для него сумасшедшая. Вот. Я его буду использовать в другой коробочке. У меня есть другая коробочка для переноски. От старых фильтров остались коробочки. Не должен подойти. Потому что носить с собой такую здоровую коробку, конечно, ну, не очень комфортно. Но вы сами представляете, из такой маленьких фильтра. Когда-то нужен, когда-то не нужен. Но, то есть, у меня вот от старых фильтров. Оп. Вот. И понес. Ну, коробочка, сравните. Но гораздо меньше размером. То есть, ндфильтры я буду носить в этих коробочках. Ну-ка, если вот так. Нет, это уже лишнее. В принципе. Вот. Вот в таких коробочках буду переносить ндшники. Сейчас за дно прям при вас и переложу. Вот этот вот, соответственно, 55 миллиметров. Ндшник. Также переменный. Тоже есть эффект креста. Но такие деньги по-другому быть не может. Вот. Это на объектив уже 18-135 миллиметров. То есть, сделаны они довольно-таки качественно. Накручиваются. Тоже, если аккуратненько накручивать, то проблем не будет. Вот он установлен, ндшник. Соответственно. На 18-135 объектив. Также мы сейчас давайте его при вас переложим в другую коробочку. За дно, в которую я буду переносить их. Вот. Отлично. Надо убрать. И в этих коробочках уже можно будет переносить как-то ндшники. Потому что, ну, сами представляете, такая коробулька здоровая для такого маленького фильтра. Держится вроде ничего. И легко достать можно. Вот такая вот коробочка маленькая. То есть, видите, коробочку я буду ндшники переносить. Конечно, упаковку не подумали, но они решили сделать универсальную упаковку для того, чтобы в каждом... Не делать для каждого ндфильтра свой, так сказать, свою коробку. А, именно, в одну коробку универсальную, они просто меняют вот эти вот пенопластовые ограничители, заглушки. Ну, неудобно, конечно, в такой большой коробке тащить. Ну, ладно, это все лирика. Но, как бы, факт. Были заказаны силиконовые кольца на объективы. То есть, именно на систему зуммирования и на систему фокусировки. Я ссылки оставлю в описании, но кольца еще не подошли. То есть, поэтому и в связи с этим коронавирусом, не знаю, когда они вообще подойдут. Ну, они белые, я их взял белые, ссылочка будет в описании. Белые, чтобы все именно гармонировало с силиконовым белым чехлом. Спасибо, что смотрели этот ролик. Я надеюсь, что многим было полезно узнать и посмотреть, какие можно купить прибамбасы, прибамбасины, так сказать, к Sony A6400 и с Алиэкспресс. За недорого. Спасибо, что смотрели этот ролик. Если кому было интересно, комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока! Пока!